После инцидента в лагере «Волжанка» в ульяновских детских учреждениях начались проверки. Комиссия из Минпросвещения в этот раз отправилась в спортивный лагерь «Ласточка», расположенный в Старомайенском районе. Осмотр начали с забора. Окраждение двухметровое. Его установили весной этого года. На посту охраны тоже побывали. Тревожная кнопка есть. С ее помощью можно связаться с Росгвардией, после чего стражи порядка передадут вызов полиции. Ехать из Старой Майны до «Ласточки» примерно 20 минут. На посту охраны три монитора, транслирующие видео с камер наблюдения. Есть камеры аналоговые, есть цифровые. На данный момент у нас аналоговые камеры, но у них разные качества изображения у аналоговых камер. Соответственно, те камеры, которые у нас были еще старые, мы поменяли на более качественное изображение. Цифровые камеры, к сожалению, они пока в нашем лагере не применены по техническим причинам. В этом сезоне в лагере пять смен. Сейчас идет третья. 132 ребенка занимаются атлетикой, единоборствами и подвижными играми на свежем воздухе с наставниками. Возраст детей от 7 до 17 лет. Директор лагеря уверен в том, что ребят в обиду не дадут. Во-первых, охранники добросовестно работают. Да и тренеры точно проводят непрошенных гостей. Комиссия проверила документы, наличие камер и организацию поста охраны. Все в порядке, однако у ревизоров есть рекомендации. Необходимо приобрести переносные кнопки тревожной сигнализации. В лагере осуществляет охрану сотрудниками ЧОП в ночное, в дневное время, то есть круглосуточно. Плюс к ним еще дополняется воспитатель из числа сотрудников лагеря. И также штатный сторож, который тоже осуществляет охрану в ночное время. Вскоре охранникам придется повысить уровень подготовки. Росгвардия проведет совместные учения. Отрабатывать будут алгоритмы действий при нештатных ситуациях. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.